В ближайшее воскресенье, 24 июля, на подмосковном автодроме Moscow Raceway пройдет первый этап национального четырехчасового марафона на выносливость Russian Dance Challenge REC. На этой гонке дебютирует обновленный спорт-прототип Marossi GT. Эта машина была изготовлена в единственном экземпляре в 2010 году. Как рассказал нам бывший главный конструктор Marossi Motors Игорь Ермилин, постройка Marossi GT была следствием договоренности между ним и Николаем Фоменко об участии бренда Marossi в чемпионате. Fiat GT готовиться к этому уже начали, но в 2010-м Marossi Motors купила команду Формулы 1 Virgin Racing и вместо Fiat GT сосредоточилась на участии в королевских гонках. Таким образом, прототип GT оказался не у дел, Ермилин ушел из компании, отчасти и по этой причине, а машина осталась у него. С тех пор Marossi GT прошла частичный реинжиниринг. Работы ведутся на базе лаборатории Московского политеха, где созданы хорошие условия для работы с карбоном, есть возможность хранить припряги при низкой температуре и запекать детали в промышленном. Автоклавия. Marossi GT отличается от дорожной Marossi B1 более эффективной аэродинамикой и отсутствием проблем с охлаждением двигателей тормозов. Двигатель тут от Audi V8 420 литров. До конца сезона над машиной планируют еще поработать как минимум в сторону облегчения. Мы посетили лабораторию Ермилина и предлагаем несколько фотографий Marossi GT в процессе ее подготовки к этапу Russian Endance Challenge. 24 июля Marossi GT впервые выйдет на старт настоящего спортивного соревнования. До этого по трассе Moscow Raceway она ездила только на доводочных тестах. Пилотировать машину будет Роман Русинов, который работал тест-пилотом Marossi в период создания первых образцов и испытывал версию GT на трассе Идиада. Кроме того, Роман, преданный поклонник несостоявшейся Марки, у него имеется своя личная Маруси, на которой он время от времени выезжает. Второй член экипажа пока не называется.